Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – процесс охлаждения. Цель урока – изучить процесс охлаждения, построить кривую охлаждения и проанализировать ее, объяснить свои наблюдения согласно кинетической теории частиц. Сегодня вы узнаете понятие отвердевания, кристаллизация, температура отвердевания. В основе изучения процесса охлаждения необходимо запомнить основные понятия. Переход из жидкого состояния в твердое называется отвердевание. Если при отвердевании жидкости получается кристаллическое тело, то такое отвердевание называют кристаллизацией. Температура, при которой происходит процесс перехода веществ из жидкого состояния в твердое, называется температурой отвердевания или кристаллизацией. Вещества отвердевают при той же температуре, при которой плавится. Например, вода кристаллизуется, а лед плавится при нуле градусов Цельсия. Сегодня на уроке запланирован лабораторный опыт, который будет проведен демонстрационно. Вам необходимо просмотреть видео и оформить работу в тетради. Записываем. Лабораторный опыт номер 4. Тема. Изучение процесса охлаждения. Цель. Изучить процесс охлаждения, построить кривую охлаждения и проанализировать ее. Объяснить свои наблюдения согласно кинетической теории частиц. Необходимое оборудование и реактивы. Вода, термометр, секундомер, стакан. А теперь внимание на экран. Нагрейте 30 мл воды в стакане над пламенем спиртовки до температуры кипения. После закипания воды потушите пламя и поместите термометр в воду. Измеряйте температуру охлаждения воды каждые 2 минуты до постоянной температуры. Обратите внимание на соблюдение техники безопасности при работе с нагревательными приборами. Данные измерений занесите в таблицу. Наши данные получились следующими. Первое измерение температуры это 100 градусов. Через 2 минуты температура составила 95 градусов. Через 4 минуты 79 градусов. Через 10 минут 55 градусов и так далее. На основании полученных данных построите график зависимости температуры охлаждения воды от времени. При построении графика необходимо учесть, что зависимая величина это температура. Ее данные располагаются по оси Y. Изменение времени на оси Y. Рассмотрим различные части кривой охлаждения, которые показаны на рисунке. Кривая АБ показывает, что температура вещества начинает снижаться и оно охлаждается, но само вещество еще находится в жидком состоянии. Молекулы движутся свободно в произвольных направлениях, сталкиваясь друг с другом и со стенками сосуда, в котором содержится вещество. При дальнейшем понижении температуры вещества молекулы движутся медленнее и сближаются друг с другом. Кривая ВС соответствует кристаллизации вещества. Вещество переходит из жидкого в твердое состояние. Возле точки В вещество будет преимущественно в жидком состоянии, а возле точки С преимущественно в твердом состоянии. Пока все вещество не отвердеет, а температура при этом не изменится. Кривая СД соответствует веществу в твердом состоянии. Температура твердого вещества продолжает понижаться. Предлагаю посмотреть видео, которое позволит закрепить материал и сделать соответствующие выводы. Противоположное кривой нагревания показывает изменение температуры при отводе тепла из вещества в паровой фазе. Снова можно увидеть два плоских участка. Один соответствует конденсации пара в жидкость, а второй – замерзанию жидкости в твердое вещество. Стоит отметить, что кривая охлаждения является зеркальным отражением кривой нагревания. Оба фазовых перехода происходят при постоянных температурах. Равных температурам из графика с кривой нагревания. Давайте еще раз обратимся к графику. Первый отрезок – это начальная температура жидкости. Этот отрезок соответствует охлаждению жидкости. Далее происходит процесс отвердевания. Это тепло выделяется. Следующий отрезок – это охлаждение. При охлаждении уменьшается температура жидкости, уменьшается скорость движения частиц, уменьшается внутренняя энергия жидкости. Когда тело охлаждается до температуры плавления, кристаллическая решетка начинает восстанавливаться. Количество теплоты, выделяющееся при отвердевании, равно количеству теплоты, поглощенному при плавлении. Перейдем к выполнению заданий. Задание номер один. На рисунке представлен график охлаждения и кристаллизации твердого тела. Определите, какому процессу соответствует участок ВС. Варианты ответов – охлаждение, плавление, кристаллизация. Объясните, почему вы так считаете. Обратите внимание на дескрипторы. Задание номер два. Проанализируйте рисунок и определите, какие процессы отражают участки кривой ДЕ, ЕФ и ФК. Обратите внимание на дескриптор. Домашнее задание. Постройте график зависимости температуры охлаждения воды от времени. На графике укажите начальную температуру вещества при охлаждении и температуру отвердевания. На полученной кривой выделите участок охлаждения воды. На этом урок окончен. Спасибо за внимание.